Если вы хотите понять, что такое сосудистые звезды, как с ними бороться, как от них избавиться, тогда следует посмотреть вам это видео. Здравствуйте, меня зовут Кальонов Алексеевич Славович, я врач-флеболог-хирург. Приветствую вас на канале Новая Медицина, и это Медблог. Ну, что же такое сосудистые звезды, ритикулярные венки? Чаще всего эта проблема встречается у нас на ногах, когда женщины, мужчины видят у себя на ногах такие маленькие-маленькие, тоненькие, какие-то звезды и мелкие сосудики. От 0,1 мм бывает до 3 мм в диаметре. Они бывают разного цвета, они бывают красные, синие, зеленые. Они могут быть в виде маленьких пятнышек, разборосленные по всем ногам, либо они собираются в россыпь таких вот некрасивых маленьких венок разного калибра. Проблема эта встречается достаточно часто, процентов 30 населения Российской Федерации по данным исследований страдают сосудистыми звездами. Почему же все-таки они появляются? К сожалению, до сих пор ни одно исследование достоверно не доказало, какова же причина появления сосудистых звезд на ногах. Но чаще всего сосудистые звезды, маленькие венки ретикулярные, они появляются у лиц женского пола на основании вот моего опыта. То есть мужчины практически не страдают этим. В основном эта проблема касается женского населения. Могут появляться у лиц разного возраста, то есть здесь нет никаких каких-то возрастных особенностей, что там появляясь в 20-30 лет, нет, могут страдать и юные жители пациента, и пациенты в возрасте. На сегодняшний день это чисто косметическая проблема, которая не вызывает никаких болевых ощущений, отеков. То есть это чисто внешний такой нарушенный эстетический вид на ногах. Ну и естественно, это эстетическая проблема, что пациенты не могут одеть какие-то короткие юбки, короткие шорты, из-за того, что, как это сейчас такое модное слово, испытывают от этого моральные страдания. Поэтому давайте разбираться, что нам дальше делать с сосудистыми звездами на ногах. Ну, первично нужно прийти на прием, чтобы посмотреть, что вас беспокоит, сделать УЗИ вен нижних конечностей, чтобы определиться, как себя чувствует поверхностная система вен. Если все хорошо, все прекрасно, по УЗИ нет никакой патологии, то дальше мы с вами будем планировать уже именно какое-то вмешательство в виде склеротерапии для вот таких, так сказать, избавления вас от этого косметического дефекта. Какие же существуют методы лечения вот этих вот сосудистых звездочек или, как их еще называют, телегектазов на ногах? На сегодняшний день консервативного метода лечения сосудистых звезд не существует. То есть все мази, крема, таблетки, которые вам кто-либо когда-нибудь говорит, по телевизору говорят или реклама говорит, родственники, советуют соседи, таблеток, мази от сосудистых звезд не существует. К сожалению, от того, что мы намажем себе крем на кожу, в сосуд, эта мазь и крем никак не попадут, никак они его не склеят, не рассосут, потому что нет такой мази, которая рассасывает сосудистую звезду. Она не сможет подействовать на сам капеля, на саму венку и на саму сосудистую стенку. Ни мази, ни гели не сделают ничего. Вы просто потратите на это деньги. Сосудистые звездочки можно лишь только убрать. Существует несколько косметических методов лечения сосудистых звезд. Первое склеротерапия, второй метод называется КЛАКС. Склеротерапия – это метод косметического инъекционного избавления вас от сосудистых звезд, когда сами звезды через микроиголочку вводится специальный раствор склерозан, который по сути своей является кислотой. Он обжигает внутреннюю стеночку венки этой маленькой, после чего мы одеваем на ногу компрессионный чулок, после чего венка сдавливается и, в принципе, склеивается и пропадает со временем навсегда. Процесс рассасывания звезд занимает от 3 недель до 6 месяцев от момента склеротерапии. То есть это достаточно метод растянутого времени, но, к сожалению, волшебной палочки не существует, щелчка волшебного не существует, поэтому нужно будет дождаться. Естественно, сосудистые звезды после склеротерапии за один сеанс могут не пройти, поэтому существуют контрольные осмотры, на которых мы отслеживаем, стоит ли дальше проводить какой-то сеанс или стоит еще подождать. Еще один метод избавления от сосудистых звездочек называется КЛАКС. Это метод, основанный на использовании транскультантных черезкожных лазеров, когда помимо того, что вводится склерозант, который я уже говорил, уже при склеротерапии обычный, еще над сосудистыми звездочками проводятся фото вспышки лазера, чтобы звездочки сократились. Метод достаточно такой новый уже однозначно. Конечно же, КЛАКС, у него есть некоторые преимущества по сравнению со склеротерапией, в плане того, что у склеротерапии есть сезонность, то есть мы делаем склеротерапию где-то с октября месяца по конец апреля. КЛАКС же можно делать даже в летний период времени. По данным исследованию, при КЛАКСе сосудистые звезды проходят чуть быстрее, честно, нет таких исследований, насколько быстрее, чем при склеротерапии. На сегодняшний день и склеротерапия, и КЛАКС – это два метода, которые достаточно успешно борются с такой проблемой, как сосудистые звездочки эстетической. Делать можно и склеротерапию, и КЛАКС. То есть, в принципе, тут зависит только от вашего решения, что вы для себя выберете. Потому что большинство флебологов умеют делать и склеротерапию, и КЛАКС. Вот я, как уже сказал, что у склеротерапии есть сезонность. Почему эта сезонность возникает? Потому что склерозант, который мы вводим именно в саму звездочку, он не любит активного ультрафиолета. После чего, если мы будем вводить склерозант в летнее время, у пациентов могут возникать пигментные пятна в достаточно большом количестве именно над этой звездочкой. То есть, сама звезда проходит, остается такое пигментное пятно. Оно может быть светло-коричневого цвета и темно-коричневого цвета. Конечно же, в летний период времени, когда есть солнечная активность, риск образования пигментного пятна достаточно большой. Но учитывая, что склеротерапия все-таки это косметическая манипуляция, поэтому мы должны добиться максимального эстетического эффекта при минимальных каких-то осложнениях самой процедуры. Поэтому в летний период времени я склеротерапию не провожу. Если вдруг вам где-то в какой-либо клинике, какой-то флеболог предлагает все-таки провести склеротерапию в летний период времени, я бы советовал, конечно, воздержаться от данной манипуляции в летний период времени и принести это на более прохладное осенне-зимнее, начало-весеннего периода. Конечно же, склеротерапию можно делать летом, но при этом есть ряд ограничений, ряд действий, которые вы должны будете выполнять неукоснительно. Это и нанесение солнцесечных кремов на местах, где были инъекции. Это до 5-6 раз в день вам надо будет наносить. Плюс не появляться на активном солнце. Я думаю, что склеротерапию в летний период времени не стоит выполнять. Даже если вы выполнили ее, то мазаться 5-6 раз солнцесечными кремами, не появляться на солнце, вы, к сожалению, не все пациенты это выполняют. Поэтому риск пигментации, еще раз повторяю, он летом очень велик. Но вы должны знать, что, к сожалению, ни один метод, так сказать, вот этого эстетического косметического убирания этих сосудистых звезд, ни склеротерапии, ни клакс, она, к сожалению, не защитит вас от появления со временем каких-то новых сосудистых звезд на ногах, именно в других разных частях, на голени, на бедре. Все эти методы они убирают только те сосудистые звезды, которые есть на сегодняшний день. Мы их убрали, но в будущем, когда-то где-то потихоньку что-то будет появляться. К сожалению, этот процесс мы не можем остановить повлиять на него. Мы не можем дать таблетку, чтобы эта звезда больше никогда не появлялась. Мы не можем дать крем, который вы будете мазать, этих сосудистых звезд не будет. Нет, они будут. Почему это появляется, как это остановить, к сожалению, на сегодняшний день, мы не знаем этого. Когда-то, может быть, в будущем мы об этом узнаем, но на сегодняшний день достоверных исследований, почему это появилось и как это остановить, не существует. Если у вас остались вопросы, то пишите их в комментариях. В будущих выпусках мы постараемся на них ответить. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Всего вам доброго.